МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это гаджеты и люди на ТНТ-Мьюзик. Впереди вас ждет подборка самых интересных новостей из мира АйТи. Сегодня в выпуске. Самый большой самолет, новая мобильная игра, консоль из микроволновки, необычная передача мяча, еще один новый трансформер. Наш телеканал запускает новый музыкальный проект Резидент ТНТ-Мьюзик. Каждый из вас может принять в нем участие. Обычные зрители, а также эксперты выберут финалистов проекта. А жюри определит, кто станет лучшим молодым исполнителем. Чтобы принять участие, нужно лишь загрузить свою аудиоработу или видеоклип в группу Резидент ТНТ-Мьюзик ВКонтакте и ждать итогов голосования. Уже в декабре в финальном голосовании мы узнаем победителя, который заберет 1 миллион рублей от нашего телеканала. Так что поторопитесь. Шесть лет работы над одним из самых больших самолетов наконец принесли свои плоды. Недавно он покинул пределы ангара. Этот самый большой самолет предназначен для запуска ракет в космос. На днях журналисты впервые увидели творение не на фотографиях, а собственными глазами. Эту летающую птицу невероятных размеров выкатили за пределы ангара в пустыне Мохаве. Размах крыла самолета составляет 117 метров, а весит он чуть больше 200 тонн. Для езды по дороге у него есть 28 колес, а внутри спрятались целых 6 двигателей от Boeing 747. Самолет будут использовать в качестве носителя ракет. Он будет доставлять груз на суборбитальные высоты, где и будет производиться запуск. Однако на этом работы не заканчиваются. Свой первый демонстрационный полет этот самолет сможет выполнить лишь через год. Необычная передача мяча человека на ховерборде в Португалии поразила всех в интернете. Смотрим. Это финал Кубка Португалии. Ничего необычного. Просто человек, который немного похож на Марти Макфлая, решил подать мяч судье на ховерборде. Времени на это потребовалось более чем достаточно, поэтому зрители даже успели запечатлеть все это на мобильные девайсы и выложить эмоциональные посты в интернет. В сети уже придумывают мужчине разнообразные прозвища. От солидного супермена дошли до зеленого гоблина. И это, я уверена, только начало. Крупный разработчик игр вот-вот покажет нам что-то интересное. Подробности в следующем сюжете. Одна из крупных студий опубликовала в сети объявление о том, что в свой дружный коллектив ребята ищут нового специалиста по спецэффектам. Более того, важным условием также было отличное знание придуманной вселенной Варкрафт. После публикации многие решили, что фанаты могут уже начинать ждать новую мобильную игру, слухи о которой ходили в сообществе геймеров уже давно. Генеральный директор студии не раз утверждал, что в играх для мобильных устройств они видят большое будущее, поэтому одним проектом они не ограничатся. Мобильная игра по вселенной Варкрафт – это секретный проект студии, поэтому пока в нем очень много загадок. Как сделать из микроволновки игровую консоль? Оказывается, не так это и сложно. Смотрим. Один из самых безумных зарубежных видеоблогеров, который прославился невероятными изобретениями, вновь придумал нечто интересное. На своем канале он показал микроволновку, которая вдруг стала игровой приставкой. Дисплеем послужила дверца печи, в которую также были вмонтированы входы для портативного контроллера. При этом это новое устройство может работать и как микроволновка, и как консоль одновременно. Блогер подтвердил это, когда готовил лук с арахисовым маслом, а параллельно играл в гонку на той же технике. Как утверждает сам автор, теперь его жизнь стала куда интереснее. Он не просто ждет, пока его еда приготовится, он тратит время ожидания с пользой, поднимая себе настроение. Ну что, теперь ждем из вафельницы телевизор, а из пылесоса автомобиль. Ну или что-то похожее. В прошлом выпуске я показывала вам нашего отечественного трансформера. Теперь у него появился конкурент. Этот трансформер прибыл прямиком из Турции. За пару минут автомобиль собирается в огромного вертикального робота, который умеет шевелить руками, крутить головой и даже ходить. Управляется робот с помощью пульта ДУ, и внутри такого автомобиля для человека просто нет места. В сети сейчас активно обсуждают, кто же лучше – наш отечественный трансформер или зарубежный робот. Я делаю ставки на нашего парня, поскольку ему уже дали в руки оружие, которое в случае опасности можно будет заменить на боевое. На этом у меня все. Ищите нас в сети, вступайте в группу ВКонтакте и скачивайте наше фирменное приложение TNT Music. Ну а я все так же жду вас в своем Инстаграм. Всем отличного настроения. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!